Всем привет! Сегодняшний ролик будет посвящен блоку питания для Nintendo Switch. Наконец-то мне пришел блок питания. Он ехал достаточно долго, с 23 января. Получил я его только 27 июня. Вот такой вот блок питания. Но давайте сейчас про это поговорим более подробнее, и потом проверим его работоспособность с док-станцией Nintendo Switch. Можно ли его использовать как дополнительный или как основной блок питания. И как следствие еще раз мы затронем тему выбора пауэрбанка для Switch. То есть на примере вот этого блока питания от iPhone в портативном режиме, что Switch Lite, что Switch, можно будет заряжать таким вот пауэрбанком, но только с выходом 18 ватт на Type-C. У меня, к сожалению, пауэрбанка нет, но есть зарядка, и в общем-то мы все это проверили в прошлый раз. Я напомню в этот раз, почему проблема с блоком питания на Switch. Потому что Switch требует питания 15 вольт, 2,6 ампера. То есть ему требуется 38 ватт со стандартом Power Delivery. Это очень важно. И в этом мнение многих разделились. Кто-то говорит, что он прекрасно заряжает от вот такого кабеля. Кто-то говорит, что он плохо заряжается от такого кабеля. Даже были кто-то говорил мне, что у меня кабель плохой. Но сегодня мы это все проверим. Но есть блок питания от Nintendo. Чего заморачиваться? А заморачиваюсь я именно по тем причинам, что мне не нравится хвостик у блока питания Nintendo. Если бы они сделали здесь USB Type-C разъем, было бы, конечно, лучше. Но компания не может пойти на создание универсальных устройств, потому что это им не выгодно. Дешевле поставить хвостик, чем устанавливать сюда разъем, сюда разъем. Плюс мы этим устройством будем пользоваться для зарядки других устройств. А это как бы зарядка 38 ватт. Она подойдет уже для даже каких-то небольших ноутбуков. Поэтому, конечно, на это пойти производители не могут. Для них это слишком дорого и слишком жирно. Как это мы купим два устройства по цене одного и будем еще пользоваться их зарядкой для других устройств. На примере Vita, там где был отдельно блок питания и отдельно дата-кабель, так это все было потому сделано, что дата-кабель предполагал подключение данного устройства к компьютеру. И производителю было легче сделать отключаемый блок питания через какой-то разъем для того, чтобы мы могли это использовать с компьютером. У Apple то же самое. Устройство iPhone подразумевает подключение к компьютеру, поэтому они вынуждены положить там и блок питания вот такого вида, и кабель, чтобы мы могли и заряжать, и пользоваться на компьютере. Все, что стороннее, докупайте отдельно. Но по умолчанию, как бы устройство из коробки подразумевало использование компьютера. К сожалению, Nintendo Switch не подразумевается использование связки с компьютером, поэтому Nintendo сильно с этим делом не заморачивается. И отдельно кабели кладет в джойстики, в Pro-контроллеры, кабель USB Type-C, вот такого плана. Этот кабель для зарядки свеча не подойдет. Они делают очень хитро. Ну, для того, чтобы мы могли заряжать Pro-контроллер от вот этих разъемов на док-станции. То есть, все хитро, все продумано, все очень коварно. И в связи с этим приходится нам заморачиваться. А как же сделать так, чтобы было и удобно, и практично, и универсально? И вот тут вот приходит на помощь сторонние производители. В виде вот подобных ноунеймов, либо более или менее именитых фирм, там таких как Ugreen. Давайте сейчас замерим с помощью USB-тестера еще раз все, что можно. Потому что у меня нет USB-тестера на USB-C. И мы это будем замерять в хикейте со всех блоков питания. Но USB-A мы замерим на блоках питания. Например, на Huawei, который шел вместе с модемом. У него 5 вольт, 2 ампера. На блоке питания DJI, у него 5 вольт, 3 ампера. И на вот этом вот блоке питания у него 5 вольт и 2,4 ампера. И я сегодня еще хочу попробовать интересный эксперимент провести. Вместе с док-станцией, подключив уже свитч через док-станцию в режиме USB-A. Тоже замерим, сколько это будет потреблять. Мы еще раз посмотрим Powerbank через USB-A. Ну и потом уже переключимся в режим USB-C. И посмотрим, как это все работает через хикейт. И в самом-самом конце подключим это все дело к док-станции. И проверим, как это все работает на док-станции и работает ли. Итак, давайте начнем. Возьмем первый блок питания. Подключим свитч в спящем режиме. Зарядка пошла. Потребление 5 вольт, 1,55 ампера. Следующий блок питания тоже 5 вольт, 1,55 ампера. Причем, как вы видите, здесь напряжение меньше. Там напряжение было больше. То есть в плане 5 вольт этот зарядник себя показывает лучше. Здесь напряжение проседает. Теперь попробуем этот блок питания в режиме USB-A. Этот блок питания не умеет Quick Charge. Ну и свитч в принципе его тоже не умеет. Поэтому здесь очень интересные показатели. Хоть напряжение и просело до 4,83 вольта, зато ток 2 ампера. Удивительно, что блок питания, который может выдать максимум 2,4 ампера, выдает больше, чем блок питания, который способен выдать 3 ампера. Либо тут что-то проблема какая-то с защитой. И блок питания некачественное. И он работает в себе в напряг. И возможно может быстро сломаться. Ну опять же таки, зачем заряжать таким образом свитч, если здесь есть разъем Type-C. Но просто ради эксперимента мы это с вами проделаем. То есть он заряжает на 2 ампера. И теперь попробуем вот этот пауэрбанк. Ну то есть в основном я заряжал всегда свитч от этого пауэрбанка. В прошлый раз я вам это уже показывал. Он точно так же берет 5 вольт и 1,55 ампер. Вот такие вот показатели у нас. Давайте теперь подключим свитч к док-станции через USB-A. И в него воткнем его оригинальную зарядку. Итак, включим док-станцию. Посмотрим. Сильно проседает напряжение. 4,59 вольт. И ток 1,11 ампер. То есть так лучше не заряжать ни с какой зарядкой. Даже с оригинальной. Док-станция может не выдержать и сломаться. Давайте перейдем в режим Hecate. И проверим 3 вот эти зарядные устройства в режиме Hecate. Ну, проверим и остальные. Но остальные, я сразу хочу сказать, вот эти все блоки питания и пауэрбанки не даст больше, чем 100 мА. В режиме Hecate зарядить свитч с пауэрбанка или блока питания с разъемом USB-A, USB-C, наверное, практически нереально. Давайте попробуем на примере этого блока питания. Разницы особой мы не увидим. Это будут примерно 100 мА. Вот, как видите, 106 мА. Любой из этих пауэрбанков или блоков питания выдаст примерно такое значение. Сейчас подключим к этому. Ну, тоже 94100. Обычные значения для данного вида кабеля. Теперь подключим блок питания от iPhone. И посмотрим, как это все дело выглядит с iPhone. 537 мА это уже нормальное значение, которое, в принципе, достаточно для и зарядки в режиме Hecate. И уж тем более, 100% в автономном режиме зарядит вас свитч гораздо лучше, быстрее и эффективнее, чем любое вот другое подобное устройство. Этот эксперимент показывает, что 18-ваттный именно Power Delivery, Power Bank вам подойдет. Ну, естественно, в доке этот Power Bank и этот блок питания работать не будет. Проверим чуть позже. Теперь давайте воткнем оригинальный блок питания и посмотрим еще раз, как должен показывать оригинальный блок питания, для того, чтобы понять, насколько хорош наш китайский универсальный блок питания. Итак, у нас здесь показывает 1137 мА, 1144 мА. Этого достаточно тоже для того, чтобы зарядить в режиме Hecate. Ну и теперь давайте попробуем новое зарядное устройство. И оно покажет, я думаю, такие же параметры, как и оригинальное. 1158, 1160. Ну, плюс-минус. То есть, плюс-минус примерно те же параметры. Данный блок питания подходит для полноценной работы свитча. Ну, давайте теперь проверим это все с работой в док-станции. Сначала мы проверим здесь, а потом уж пойдем на телевизор. Начнем с блока питания от айфона. iPhone Pro Max это. Подключаем в док-станцию, опускаем сюда свитч. Светодиод моргает, как вы заметили, но свитч вываливается с ошибкой. Не удалось подключиться к телевизору. Убедитесь, что вы используете блок питания, который продавался вместе с консолью. То есть, даже здесь нам производители намекают, что мы, конечно, не заморочились технологией. И технология-то, в принципе, та же самая, но мы вам рекомендуем купить наш блок питания и не покупать универсальное. То есть, они могли бы здесь, например, написать, что ваш блок питания не соответствует мощности, требуемой для работы консоли. Но здесь они написали, что купите оригинальный. Типичный маркетинговый ход. Это сделано все для того, чтобы нас заставить покупать. Стыкаем оригинальный блок питания. Что происходит? Консоль гаснет, загорается светодиод. Консоль не выдает никаких ошибок. То есть, сейчас идет изображение на экран. Но мы сейчас это убедимся на телевизоре. Теперь давайте просто проверим, как это будет. Может быть, и не стоит убеждаться на телевизоре. Понятно, что с оригинальным блоком питания оно работать будет. А давайте теперь попробуем неоригинальный блок питания. Подключаем. Опускаем свитч. И, удивительно, загорелся светодиод. Он снова горит, как будто мы используем оригинальный блок питания. То есть, свитч работает с этим блоком питания даже в доке абсолютно нормально. Теперь давайте проверим это все на телевизоре. Итак, мы телепортировались в комнату. Подключим наш свитч. Я его уже подключил к телевизору. Осталось подключить к питанию. И момент истины. Включаем свитч. Опускаем в док-станцию. Изображение на телевизоре появляется. Вот блок питания. Он там даже светится. Сейчас я поверну поближе. Отключаю блок питания. Все пропадает. Подключаю блок питания. Все появляется. Не сделала Nintendo ничего нового. Взяла готовую технологию. Внедрила ее в свой свитч. Для того, чтобы использовать универсальный блок питания, достаточно просто взять блок питания на Power Delivery 45 и более ватт. У вас все будет тогда работать. Вы сможете использовать с этим блоком питания и другие устройства. И будет как-то немножко оптимизировано место при каких-то поездках, когда не придется брать ворох проводов, блоков питания с хвостиками, не с хвостиками. Данный блок питания подойдет для многих устройств. Самое главное, что оно работает и что этим можно пользоваться, что это будет более универсально. А если взять вместо док-станции вот такой вот USB-хаб, то можно и заменить вот эту громоздкую док-станцию на что-то поменьше, более компактнее и более действительно универсальное. Такое было видео. Всем спасибо, кто смотрел. Если оно вам было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь этим роликом, пишите комментарии. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok